Добрый день. Сегодня я хочу поднять достаточно актуальную и важную для всех тему, каким образом нам организовать работу над проектами, управление проектами наиболее оптимальным образом. Расскажу я это, наверное, сквозь такую немаловажную призму, как рентабельность, небольшое содержание моего доклада. Перейду сразу к делу. Что такое вообще в данном докладе рентабельность веб-разработки? Это, собственно, соотношение полученных денег от клиента с теми деньгами, которые мы платим нашим специалистам непосредственно за реализацию этого проекта. Я не касаюсь здесь таких важных тем, как налогообложение, постоянные расходы на офис и так далее. То есть мы говорим исключительно о том, что мы продаем некий проект, мы сразу закладываем в него какую-то себестоимость. И наша задача, чтобы вот эта себестоимость соответствовала потом факту, соответствовала реальности, чтобы она не влияла на нашу общую рентабельность. От чего у нас, в принципе, это зависит. То есть соотношение этих двух фактов нашего ожидания и реальности по затратам по проекту. Она зависит от продаж, кто когда, что и почем продал. И зависит от реализации, сколько мы в результате потратили и в течение какого срока. Если мы говорим о продажах, то мы понимаем, что здесь есть определенные риски. В тот момент, когда мы продаем, мы имеем риск недооценить проект и имеем риск некорректно его спланировать. То есть не полностью оценить загрузку нашей компании, не учесть какие-то аспекты, которые в том числе могут повлиять потом на дальнейшую реализацию. Например, как стоимость каких-то специалистов, которые будут этим заниматься. Как сроки, которые мы на это потратим. Если мы говорим про фактические трудозатраты, то здесь есть такой момент, что если мы реально не можем потом оценить, каковы они были, то мы не можем понять, насколько эффективно наша команда сработала. То есть очень часто бывает так, что все деньги приходят в общую копилочку, и потом из этой общей копилочки платится всем зарплата. И таким образом достаточно сложно понять, насколько эффективно мы реализуем тот или иной проект. Поэтому здесь есть один момент, который на пересечении этих двух факторов стоит, связанный с тем, что если мы очень точно не можем определить, насколько эффективно мы реализовали тот или иной проект, мы не можем понять, насколько правильно он был нами при продаже изначально оценен. Все мы прекрасно знаем, что на продажи влияет большое количество факторов. То есть это какие-то макроэкономические факторы, внутренние факторы, внешние. Это отпуска, это какие-то пожелания сотрудников, наших клиентов, это какие-то события, которые происходят на их рынке. И на самом деле, к чему это все приводит? К тому, что когда мы продаем, наша некая нагрузка, то есть объем проданных проектов, он выглядит приблизительно вот так. И каждый год картинка может быть разной. То есть и в принципе, с одной стороны, все прикладывают какие-то усилия, чтобы этим управлять, но с другой стороны, если приходят интересные контракты, отказываться от них никто не будет, потому что деньги-то идут в руки, надо с ними что-то делать, брать их в работу и обрабатывать. И что у нас в результате получается в производстве? В производстве это у нас приводит к тому, что у нас в какие-то моменты возникают авралы, а в какие-то… Куда-то он далеко у меня улистал, простите, пожалуйста. Вот. В какие-то моменты у нас возникают авралы, в какие-то возникают простой. То есть у нас есть некий нормальный уровень загрузки, который обеспечивается штатом сотрудников, которые существуют. И при этом при неравномерной загрузке у нас получаются авралы, которые все время приводят к резерву сроков, к недостаточно хорошему качеству, к тому, что нам приходится какие-то вещи поправлять, возвращаться. То есть, по сути, в том числе делать дополнительные затраты на проекте. И простой, который, во-первых, требует оплаты наших сотрудников, во-вторых, они расхолаживают команду, потому что если команда чувствует, что следующий проект дальше не поджимает, то, в принципе, как-то стремится сделать задачу быстрее, у них нет желания. Поэтому, если мы говорим о внутренней рентабельности проекта, то управление возможно только при поддержании нормального уровня загрузки, соответствующего тому потоку задач, который приходится на компанию в данный момент. Какие существуют системы оплаты труда? Почему я к ним сейчас возвращаюсь? Потому что это такой достаточно весомый фактор, управление которым в том числе отвечает за управление нашей загрузкой и тем, чтобы мы могли понимать, то есть достаточно у нас сейчас ресурсов и расходов на оплату труда для того объема проектов, который есть, либо недостаточно. Самый распространенный, наверное, метод – это фиксированный оклад. Когда все наши сотрудники получают зарплату каждый месяц одинаковую, потому что они приходят на работу и делают тот объем работы, который им в этом месяце достался. Да, здесь очевидная простота в том, что достаточно просто рассчитывается фонд оплаты труда, ежемесячно мы его платим, и вопрос не имеем. Что касается недостатков. Недостаток здесь связан в сложности планирования. То есть у человека есть некий объем, который он может выполнять. Ему просто ставятся сдачи, одна за другой, одна за другой. И степень детализации обычно при такой системе равна месяцу. То есть за месяц платим зарплату, на месяц приблизительно планируем. Сложность в оценке эффективности работы. То есть человек выполняет несколько проектов в течение месяца, и разбивка его, скажем так, зарплаты между этими проектами обычно в таком случае происходит на глаз. То есть примерно столько времени потратил на этот проект, примерно столько времени на другой. И, соответственно, зарплата тоже выплачивается из некой единой копилочки и рассчитывается очень приблизительно. Разбивается по проектам, я имею в виду. Есть еще схема оплаты за проект. То есть когда человеку платится конкретно за объем работы по какому-то проекту, на него назначается некий объем, он за него получает деньги. И мы тогда замечательно можем посчитать, что на конкретный проект потрачено столько-то денег, человек получил за конкретную задачу какой-то гонорар. Скажем так, для штатных сотрудников это не очень хорошая схема, потому что они не чувствуют какой-то гарантии, они не чувствуют какого-то комфорта. Снова же с точки зрения законодательства тоже схема не очень хорошая, потому что, по сути, это именно договор некий подряда с сотрудником. Мы в том числе человека заставляем волноваться, потому что он не чувствует каких-то социальных гарантий, не чувствует каких-то гарантий для себя в случае отпуска, отсутствия задач, в случае своей болезни. Ну и, соответственно, тот метод, которым пользуемся мы сейчас, это оплата разработки по рабочим часам. В чем заключается метод сотрудника? Назначается ставка часа, которая является единицей учета. И в этом случае каждая задача, которая ему назначается, имеет некий, скажем так, временной лимит, и человек списывает на каждую задачу сколько-то конкретных часов, которые он ее выполнял, которые он на нее потратил. Соответственно, каждый час, который ему назначается, он присваивается к какому-то проекту. И таким образом мы при расчете заработной платы можем очень четко разделять ее между проектами. То есть детализация достаточно тонкая. Один час – это, в принципе, та шкала отделения, которую достаточно для разбивки задач. Мы можем при этом очень точно планировать загрузку. Об этом я расскажу чуть-чуть позже. И можем в том числе оплачивать людям переработки, что тоже как бы такой немаловажный факт. То есть сотрудники понимают, что если они задержались на работе, но не только, скажем так, потому что им так захотелось, а потому что они действительно в это время сделают тот объем работы, который на них сейчас возложен, они получат за это оплату как бы сверхурочных. В чем здесь есть недостатки? Недостаток, конечно, в сложности учета. Потому что одно дело считать по количеству сотрудников одну цифру каждый месяц, другое дело считать по одному сотруднику по 168 часов каждый месяц. То есть количество цифр, их детализация увеличивается. И зачастую тоже мы сталкиваемся со сложностью у сотрудников в понимании вот этой системы. То есть им иногда кажется, что если система оплата почасовая, значит они могут не получить какую-то задачу, какое-то количество времени у них будет не оплачено. Но на самом деле, я расскажу немного позже, что как раз-таки вот такая почасовая система позволяет нам не допускать простоев у сотрудников. И они имеют в том числе возможность получать для себя какие-то дополнительные задачи. Как у нас происходит оптимизация работы? На самом деле учет всему голова. То есть если мы не считаем, не анализируем, не сравниваем, мы понимаем, что все будет работать хаотично, и мы ничем не сможем управлять. То есть нам нужен учет для контроля в первую очередь и для планирования. Что важно в учете? Какие основные параметры, которые мы для себя вывели за годы нашей работы? Важный параметр – это степень детализации, то есть некая единица учета. Как я рассказывала в предыдущих примерах, это может быть месяц, это может быть проект, это может быть час. Актуальность и своевременность – это то, насколько часто мы этот учет фиксируем, насколько мала единица времени, в которой мы можем понять текущий статус по нашей ситуации в компании, ситуации с проектами. И линейность связи. То есть это обязательная связь проектов с задачами, сотрудников с задачами, задач с проектами, то есть времени, зарплаты с проектами. Вот это очень важные аспекты. Возвращаясь к схеме, собственно, почасовой оплаты труда. В чем здесь получаются возможности с точки зрения как раз-таки тех аспектов, которые я сказала, о которых я упомянула. Каждому сотруднику устанавливается зарплата в виде ставки часа. Кроме того, что это просто ставка часа, у нас существует в компании квалификации. Каждый сотрудник при трудоустройстве в дальнейшем каждый год проходит проверку на квалификацию. То есть он подтверждает свои знания, либо подтверждает возможность перехода на следующую квалификацию. У каждой квалификации существует некая фиксированная ставка. То есть каждый сотрудник компании понимает, что у него есть возможность постараться перейти на следующий уровень и получать зарплату больше. В том числе, помимо квалификации, у нас существуют персональные надбавки, потому что есть все-таки еще специфика, кто-то работает быстрее, кто-то работает медленнее. Но, скажем так, это уже вопрос, решаемый в индивидуальном порядке. Поэтому основное понятие, в том числе для выставления внешних смет, у нас точно так же они выставляются в часах, это ставка по квалификации. Соответственно, какие возможности нам в рамках учета дает почасовая система платы труда? Это, во-первых, долгосрочное детальное планирование и прогнозирование загрузки. То есть если мы каждую задачу оцениваем в часах, если мы каждый проект составляем из задач, мы можем на каждую задачу назначить сотрудника, то мы понимаем, что это позволяет нам, как только наш проект появляется у нас, спланировать его сразу целиком. То есть расписать его по часам на сотрудников и иметь картину загрузки тех специалистов, которые будут задействованы в проекты, до его завершения практически. Понятное дело, что надо учитывать еще дополнительное время на согласование, на приемку и так далее. Об этом чуть-чуть позже скажу. Есть еще очень важный факт, что мы в этом случае платим только за реально выполненную работу. То есть по сути человек часы отработал, человек за них получил. Мы можем делать максимально точный учет по каждому проекту. То есть так как каждый час у нас привязывается к задаче, задача привязывается к проекту, проект привязывается к некому бюджету либо фонду, то мы можем очень четко отслеживать действительно затраты, по какому проекту у нас произошли в момент работы этого сотрудника. И снова же это дает возможность контроля эффективности работы специалистов и менеджеров. Сейчас немножко подробнее расскажу. Вот еще одна детализация по поводу ставки часа. Мы ее определяем, скажем так, исходя из некого оклада, который сотрудник, например, ожидается получения сотрудником на данной должности в данной квалификации, разделив его на 165 рабочих часов. Это среднее количество рабочих часов в месяц с учетом всех наших новогодних и майских праздников. По поводу планирования и прогнозирования загрузки. Как я сказала, мы получаем некий проект, мы его так как наружу оцениваем точно так же в часах, точно так же мы его внутри потом по этим часам расписываем. Изначально мы ставим, скажем так, крупно детализированные задачи без уже внутренней спецификации, без внутренней детализации, но по крайней мере мы определяем проектную команду, которая будет работать и мы определяем, какие специалисты будут задействованы. Таким образом мы можем заранее, как показано на графике, красненько это некий план, то есть план нашей загрузки. Мы понимаем, где у нас есть недозагрузка, где у нас есть перегрузка. И в этот момент, когда мы, во-первых, продаем клиенту что-то, мы можем сразу же срок реализации его проекта каким-то образом сдвигать об основы, если это возможно с клиентом. То есть мы говорим, что, понимаете, у нас сейчас высокая загрузка, там у нас будет чуть поменьше, мы готовы сделать ваш проект в такой-то срок. Если же у клиента жесткие сроки, то мы, имея вот такую картину, можем управлять вот этой линией, скажем так, нормальной загрузки в нашей компании. Каким образом? Мы нанимаем новых сотрудников, мы привлекаем каких-то внешних партнеров, если это необходимо, и это возможно по какой-то конкретной задаче. Либо мы таким образом можем в том числе, так как у нас есть квалификации, понять, что, например, мы какую-то задачу можем передать специалисту более низкой квалификации, но на нее потребуется чуть больше времени. Либо наоборот, задачу более простую передать специалисту более высокой квалификации, но сделать ее быстрее при этом. То есть имея картину в разбивке не только, скажем так, общей, но и по различным квалификациям, по различным сотрудникам, мы таким образом можем прогнозировать и управлять этим, и понимать, когда нам нужны дополнительные люди заранее. В том числе это касается простоев. Если у нас, мы видим, что загрузка маленькая, что у нас там чего-то не хватает, мы, во-первых, можем постоянным клиентам что-то предложить в этот момент, то есть осуществить допродажу, либо в этот момент мы можем для сотрудника отправить в отпуск, то есть сказать, как раз в подходящее время сходи отдохни, или же предложить ему какую-то другую задачу, а даже пускай внутреннюю, потому что всегда есть какие-то задачи внутри, в том числе мы занимаемся разработкой для себя каких-то решений на портале и для битрикс-управления сайтом. Таким образом мы можем эту загрузку выравнивать. Сотрудник понимает снова же, что если у него нет какой-то задачи в плане, то он заранее может подойти и сказать, будьте добры, дайте мне задачку. И, соответственно, таким образом вот эта вся картина сглаживается за счет того, что у нас нормальная загрузка тоже становится не ровной линией, а управляемой. Что касается оплаты только за реальную работу. При создании каждой задачи сотрудникам устанавливается лимит в часах. Это оценка, которая сделана его руководителем, которая соответствует действительности. И сотрудник понимает, что он должен выполнить эту задачу именно в этот срок. Тогда она будет считаться выполнена эффективно. Он, конечно, может сидеть подольше, он может тратить на это больше времени, но он понимает, что, скажем так, это тот лимит, которым будет оплачен. Да, случаются ситуации, когда сотрудник действительно обоснованно тратит больше времени, но он тогда должен объяснить, почему какие-то условия возникли в задаче дополнительной, которые заставили его потратить времени больше. Кроме того, у нас введено такое правило, что на исправление багов в задаче, после того, как сотрудник сказал, что все готово, у него есть только 10% от времени, которое он потратил до этого. То есть сотрудник понимает, что это не так, что у меня есть лимит, я сейчас быстренько скажу, что все готово, там какая-нибудь каша полная, а потом уже будем править, потом мне скажут, но это уже другая история. Мы тоже это время ограничиваем, чтобы человек чувствовал ответственность. Если он сказал готово, значит на исправление у него уже будет не очень много времени. Таким образом специалист, во-первых, понимает, что у него есть лимит на задачу, он понимает, сколько он реально за эту задачу получит. В том числе, возможно, такая система, если сотрудник быстрее сделал задачу, ему закрываются фактически потраченные часы от хвостика, ему какой-то процент тоже сверху в виде какой-то премии начисляется. Ну, снова же, это все возможно при почасовом учете трудозатрат. Таким образом, снова же, можно контролировать эффективность работы менеджеров. Мы в среднем считаем, что в зависимости от тебя задач, project manager должен тратить на сопровождение где-то от 20 до 30% времени, суммарного затраченного специалистами. Таким образом, если мы видим, что один из менеджеров тратит все время больше времени, чем остальные на аналогичные задачи или на работу с теми же самыми сотрудниками, мы понимаем, что этот менеджер неэффективен. То же самое, если с каким-то из сотрудников какой-то квалификации все менеджеры тратят на работу больше времени, мы понимаем, что это сложный сотрудник, значит у него есть какие-то проблемы, с которыми надо поработать. В том числе есть такая ситуация, когда у сотрудника действительно совсем не нашлось задачи, он сидит и ничего не делает, тогда по трудовому законодательству мы можем оплатить ему две трети от ставки часа за это время его простоя. Как я сказала ранее, в принципе при планировании, при прогнозировании количество простоев очень серьезно можно сократить. Что касается учета трудозатрат. Так как у нас сотрудники, помимо того, что есть вот это планирование, они свое время списывают каждый день, то есть они начинают выполнение задачи, нажимают кнопочку старт и у них пошло время. Они задачу завершили выполнять на сегодня, нажали кнопочку старт, перешли к другой. Ну то есть старт, стоп, старт, стоп по каждой задаче. Таким образом, мы практически в любой момент времени можем увидеть, сколько реально трудозатрат мы понесли по тому или иному проекту. То есть каков реальный статус. У сотрудников есть возможность иногда задним числом что-то поправить, но мы ограничиваем это время неделей, чтобы они не могли, скажем так, ничего дописать, вспомнив, что им каких-то часов не хватает или хотелось бы еще немножко больше зарплаты. Все трудозатраты привязываются к конкретному проекту, проект привязывается к конкретному бюджету или фонду, отделу это можно по-разному назвать. Таким образом можно контролировать в любой момент времени с точностью, с небольшой, скажем так, погрешностью за последние несколько дней мы можем видеть, что вот наш проект, вот его полный бюджет, вот столько из него израсходовано. Мы можем оценить, какой объем работы реализован по результату и понять, действительно ли у нас в данный момент эффективно идет выполнение работы. Если мы видим, что по какому-то направлению у нас уже выбраны все лимиты, а делать еще очень много, мы понимаем, что там какая-то сложность возникла. То есть мы понимаем, что это проект, требующий какого-то специального внимания и разбора полетов. И очень тоже важный момент, что таким образом, когда мы смотрим нашу оценку предварительную и смотрим по факту уже после готовности проекта результат, мы можем понять, насколько точной была наша оценка. Потому что зачастую возникают задачи нетиповые, которые сложно достаточно оценить. Оценка делается приблизительно, то есть технические эксперты, дизайнеры, они приблизительно прикидывают, сколько там может быть трудозатрат. Таким образом у нас накапливается база. Мы смотрим, что проект такого типа мы действительно хорошо оцениваем, такого типа похуже и можем корректировать нашу оценку. По поводу контроля эффективности работы, как в принципе я уже сказала, можно сравнивать эффективность работы как менеджеров, так и специалистов. Плюс, соответственно, вопрос. Есть люди, которые постоянно нарушают лимиты. Тогда для них это вопрос по пересмотру условий труда, то есть ставки, квалификации. И, соответственно, мы, как я сказала, можем иметь некий коэффициент для каждого сотрудника, даже если он может решать задачи какого-то уровня, но при этом он работает достаточно медленно, мы просто согласуем с ним некоторое понижение ставки. Снова же, что это дает? Вся вот эта система, немножко резюмирую, то есть она за счет планирования и прогнозирования дает возможность избавления от авралов и простоев, то есть неполного, но по крайней мере минимизации их. Учет трудозатрат дает возможность в каждый момент видеть текущий статус проектов и избегать совсем критических ситуаций, заранее их как-то прогнозировать и принимать превентивные меры. И снова же она заставляет сотрудников работать эффективнее. Они понимают совершенно нормально, сколько времени выделено, они понимают, что их задача и эффективность их контролируется, поэтому они, собственно, сами склонны, во-первых, делать задачу в установленные сроки, а во-вторых, в том числе требовать какие-то задачи дополнительные в момент простоя. На самом деле надо понимать, что все это возможно только при наличии каких-то инструментов, потому что если можно считать отдельно детализацию по месяцам, отдельно детализацию по проектам, если мы говорим про детализацию по часам, то если у вас один-два проекта и один-два сотрудника, три-четыре даже, то это можно сделать. Как только у вас больше проектов, больше сотрудников, вручную это вести практически невозможно. За каждым не проследишь, за каждым не уследишь. Поэтому здесь важно иметь очень удобный инструмент. Мы начали использовать систему по часовой оплате труда еще в 2008 году и вначале использовали, скажем так, сторонние решения, которые позволяли нам просто фиксировать по факту каждого месяца, каждый сотрудник списывал количество часов, которые он потратил на каждую задачу. Учет, скажем так, был достаточно условным и требовал очень много времени. Во-первых, каждый сотрудник должен был зайти в эту программу отдельно и каждый день вписывать, сколько времени на что он потратил. Проверить это было очень тяжело, потому что это не было привязано к системе ведения и управления задачами. Поэтому в 2014 году мы создали собственный модуль для платформы корп-портал 1С-Битрикс и, скажем так, обкатывали его в течение полутора лет. И вот буквально два дня назад мы его уже даже выпустили в свет для общего пользования. Что позволяет эта система? Она, в принципе, позволяет реализовывать полную схему почасового учета, о которой я сейчас рассказала. То есть это управление загрузкой, это управление ставками, квалификациями и в том числе отслеживание изменения ставки по каждому сотруднику. Это управление бюджетами проектов отдельно, это управление, собственно, учетом рабочего времени. И, соответственно, эта система подразумевает разграничение прав. То есть есть те люди, которые видят часы, есть те люди, которые видят ставки, есть люди, которые видят бюджеты отделов, бюджеты отдельных проектов. Количество проектов не ограничено. Это все работает с существующими возможностями корпоративного портала Битрикс. То есть мы, например, все проекты ведем на портале. Каждый проект – это группа, в группе есть задачи. Все эти задачи привязываются к нашей системе учета. То есть заходя в каждую задачу в портале, сотрудник нажимает старт, он по ней работает. Все это время считается в нашу систему. В том числе мы создали достаточно большой инструментарий по подготовке отчетов, которые выгружаются по результатам месяца. После того, как все часы списаны, они проверяются менеджером, утверждаются, и можно видеть, какое количество часов по какому проекту было фактически затрачено, какое количество часов было отклонено, например. То есть в том числе это выгружается как по сотруднику, так и по проекту, можно сделать по задаче. То есть, скажем, инструментарий отчетов достаточно гибкий. И в принципе, кому интересно, могу потом отдельно рассказать чуть подробнее про эту систему. У меня есть даже небольшой раздаточный материал и готов, наверное, ответить на несколько ваших вопросов. Вадим Капанин, это очень интересно и очень интересно будет пообщаться по этому поводу. Вопрос такой, а в вашей системе привязка к CRM есть? Вообще используете вы именно как по сделкам? То есть, если проект это долгоиграющая штука, она бьется там на какие-то сделки и прочее. Есть ли у вас фиксированная часть вообще в оплате? Смотрите, у нас в оплате фиксированной части нет вообще. То есть, как бы это связано с тем, что сотрудник хоть какое-то время должен отработать. То есть, если он ничего не отработал, значит, он просто не работал вообще в компании. С CRM это на данный момент у нас не связано, потому что мы не сделки делаем проект, а проект создаем в виде группы на портале. Просто внутри одной группы может быть как бы несколько сделок. Вы такое не рассматриваете? У нас одна группа, один проект. Может быть несколько задач внутри. То есть, если проект, например, действительно на развитии, это один какой-то клиент и у нас есть группы проектов, то там может быть внутри несколько грубых задач. Дмитрий, АДВ, Вип Инжиниринг. Скажите, пожалуйста, как вы учитываете брак в такой системе? Брак сотрудников? То есть, он учитывается как-то? Брак? Да. Ну, если сотрудник сделал что-то не так, если он совсем сильно накосячил, во-первых, у него есть лимит, то есть, он должен это исправить в ограниченное время. А если он совсем плохо что-то сделал, мы можем ему часы отклонить. То есть, фактически это отклоненные часы и не оплачиваются? Да, не оплачиваются. Но, скажу честно, такое бывает редко. Люди скорее склонны в такой системе чуть-чуть дольше посидеть и исправить. Меня Роман зовут, город Саратов, компания InfoExpert. Вопрос. Вы переходили на такую систему оплаты труда или сразу по ней работали? Мы переходили в 2008 году на нее. И какие последствия были? Не убежали ли разработчики из-за этого, из компании? В принципе, резкого отторжения не было. Конечно, были разногласия, но так как мы говорим, что... Снова же, да, я говорила, что есть некое недопонимание сотрудниками изначально. Даже когда мы сейчас наберем на работу, у людей есть вопросы. Но мы говорим, что эта система в первую очередь не для того, чтобы... Вот у нас много простоев, мы вам платить не будем. Эта система для того, чтобы мы как раз-таки этих простоев не допускали. И, в принципе, по законодательству мы все равно гарантируем оплату минимум двух третей от полного рабочего времени в месяц. Вот, поэтому... Спасибо. Вы планируете... Андрей, компания Теоли. Вы планируете продавать это? Да. Это платная модель. Какая-то уже политика есть ценовая? Да, есть все. Потом подробнее расскажу. То есть ежемесячно, да? Это пока сделано только для коробки, поэтому это ежегодно получается. Все, спасибо. Спасибо за доклад. Дмитрий, студия Факт. У нас, в принципе, очень похожая система, и поэтому такой более конкретный вопрос. Есть совещания, планерки, в общем, неоплачиваемые клиентам напрямую часы. Как вот здесь у вас это учитывается? Потому что, ну, мы говорим, что это не платные часы, с них кипяя не будет. А, ну, вот у вас как? У нас, на самом деле, есть такое понятие, как корпоративный бюджет. То есть это некоторые деньги, выделены как раз-таки на такие вопросы, в том числе на наши внутренние какие-то проекты, на совещания, собрания, на снова же работу с сотрудниками, потому что проходит собеседование, проходит обучение дополнительно иногда. И под это тоже заводится отдельный проект или несколько проектов в зависимости от спецификации, и сотрудники туда списывают время. Так, друзья, давайте, вот, честно, последний вопрос. Вот сидит человек на первом ряду, он давно уже руку тянет, остальные. Давайте в перерыве. Миссилов Максим, Адинострарус. Алла, спасибо большое за доклад. Расскажите, пожалуйста, насколько я понимаю, у вас процедура актирования работ, она практически полностью оторвана от продакшена, и разработчик, ну, работающий по этой системе, он не беспокоится о том, что работы должны быть заактированы, оплачены, этим занимаются отдельные менеджеры, и конкретно он сделал задачу, ее приняли, все, он деньги свои получит, вне зависимости от того, как уже дальше там дело все пойдет. Да, совершенно верно. За получение денег отвечает менеджер. У менеджера есть точно такие же задачи. Менеджер у нас тоже получает почасовую оплату. У менеджера есть задача, во-первых, есть задача согласовывать что-то с клиентом, есть такая же задача по работе с документацией, и это уже ответственность сотрудников аккаунтов.